Американский марсоход уже чуть больше месяца находится на Красной планете. За это время он сумел записать первые звуки, снять видео огромного пылевого вихря и провести несколько геологических экспериментов. Что еще намерены выяснить с помощью Perseverance? Ученые НАСА расскажет Амир Хайдаров. Совершив посадку в кратере Езера, Perseverance сразу приступил к работе, фотографируя и исследуя поверхность Марса. Ученым удалось определить, что по составу некоторые из пород похожи на вулканические образования на Земле. А это, внимание, первая в истории человечества запись звуков с Красной планеты. У нас было два микрофона и специальная система, которая помогла это сделать. Закрыть глаза и просто представить себя сидящим на поверхности Марса и слушающим звуки вокруг. Что касается основных научных экспериментов, американской миссии, то их начало придется подождать еще несколько месяцев. Сейчас инженеры продолжают испытания всех систем марсохода и готовятся к первому полету вертолета за пределами земной атмосферы, который доставили на Марс вместе с Perseverance. Мы определили зону полета. Это область порядка 30 метров в ширину и около 100 метров в длину. Внутри нее мы также ищем ровную поверхность без каких-либо камней, где может приземлиться вертолет. После этих испытаний марсоход приступит к ключевой. И, вероятно, самой волнующей всех на Земле части своей миссии – поиску инопланетной жизни. Для этого он должен пробурить дно кратера Езера и извлечь горные породы, которые могут указать на следы жизни в далеком прошлом. Исследователи считают, что около 4 миллиардов лет назад поверхность Марса могла быть покрыта водой. Образцы с подтверждением этих данных ученые НАСА получат не раньше 2031 года. Амир Хайдаров, Хабар-24. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова